В селе Еркенды Куспенского сельского округа Шетского района объявлен режим чрезвычайного положения и названы предположительные версии заражения скота сибирской язвой. В то время как областная санлаборатория подтвердила наличие сибирской язвы у забитой коровы, республиканские коллеги все еще не дают положительного результата. О том, как произошло заражение двоих погибших людей и почему вовремя не забили тревогу, рассказали на состоявшейся сегодня пресс-конференции с участием зам Акима области представителями ветеринарии и управления здравоохранением. Подробнее в сюжете. В селе Еркендык сейчас работает комиссия Республиканского комитета ветеринарного надзора и контроля, а также алматинские инфекционисты и санэпидемиологи. В очаге заболевания организован штаб под председательством заместителя Акима Карагандинской области. Осуществляется подворовой обход с целью выявления лиц с признаками заболеваний. 62 человека, в том числе 21 ребенок, находившиеся в контакте с больными, проходят профилактический курс. Шесть человек сейчас на лечении в Карагандинской инфекционной больнице. С того дня же, с 19 числа уже был создан мобильный ветеринарный отряд в составе 15 человек, ветврачи. Они обходят каждый дом и каждое животное, и они по нескольку раз в день проводят термометрию, то есть измеряют температуру. На сегодняшний день не зафиксировано других случаев заболеваний животных в этом населенном пункте. Напомним, все заболевшие обратились за медицинской помощью в период с 18 по 19 июня. Были госпитализированы в областную инфекционную больницу 20 июня. Всем пациентам поставлен предварительный диагноз – сибирская язва. К сожалению, погибший мужчина при обращении в больницу с резаной раной пальца руки не сообщил врачам, что порезался при разделывании туши. Пациентам было заявлено, что травма была получена в быту, резаная рана. Никаких сомнений у наших докторов не возникало. Сказать, что можно было бы как диагностировать или заподозрить этот больницу, конечно, можно было. Но для этого со стороны пациента и сопровождавших необходимо было предоставить полную информацию, Погибшая 33-летняя женщина также при обращении в больницу сама не придала значения и не сообщила врачам, что при приготовлении фарша из мяса заболевшей коровы пробовала его, добавляя специи. Так делают многие хозяйки, тем самым подвергая себя риску. Как будут захоронены тела погибших, не сообщается. Существуют определенные ограничительные требования для захоронения тел в подобных случаях. До родственников эта информация доведена. Получено определенное согласие. Поэтому оглашать условия и правила захоронения я не буду. С первых дней подозрения на сибирскую язву никакая мясная и кисломолочная продукция из села не вывозилась для реализации. Так что карагандинцам не стоит переживать, что мясо могло попасть на торговые прилавки. На тот биологический материал, который был сдан, они подтверждение дали на сибирскую язву. Это областная ветеринарная лаборатория. Но республиканская ветеринарная лаборатория, республиканский референтный центр пока на сегодняшний день это не подтвердил. Поэтому пока такая ситуация. Но режим ЧС все равно объявлен. Результаты республиканской ветеринарной лаборатории поступят только завтра-послезавтра. Меж тем доступ в населенный пункт Еркендек полностью закрыт. В радиусе 50 километров перекрыты как основные, так и степные дороги. Дежурит полиция. Чрезвычайный режим будет действовать в течение 15 суток со дня обнаружения заболевшего животного. Предполагается две версии заражения коровы. Одна из них – вакцинация от сибирской язвы. 30 марта была произведена вакцинация в рамках проведения мероприятий по особо опасным заболеваниям, выполняющихся за счет республиканского бюджета. Вторая версия – это заражение через почву. Ведь, как стало известно на пресс-конференции, на территории Шетского района находится 16 скотомогильников, где могли быть захоронены ранее выявленные заболевшие сибирской язвой. Последний случай официально зарегистрирован в 1965 году. Как известно, бациллы сибирской язвы не погибают в разлагающихся трупах. Годами сохраняются в воде десятками лет в почве.